ВКТ-Время программы 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 Праздник получился Не только ярким Но и безопасным Порядок на улицах Сочи Охраняли более 250 полицейских И сотня казаков Ну а завершилось празднование Юбилея Большим праздничным салютом Город Сочи отметил 180 лет И смело шагнул К новым достижениям И новым вершинам Ольга Десятого Алексей Давыдов Михаил Дубинин Телекомпания ВКТ-Время По традиции сочинцев В день города Ждали и подарки В Адлерском районе После капитального ремонта Открыли подземный переход В районе центрального рынка Территория ЗАГСа Теперь украшена скульптурой Лебединая верность А вот в центральном районе На улице Пластунская Местные жители с детьми Пришли на детские площадки Которые только готовятся к открытию Везде празднично и торжественно Ремонт подземного перехода От нового века К центральному рынку Завершили раньше срока На три месяца Строители старались успеть Ко дню города Именно этот подземный переход Входит в стройку Наиболее востребованных в Адлере В часы пик Там проходит даже 2700 человек в час Очень нужный переход Для Адлера Очень нужный Когда его не было Люди бегали через дорогу Потому что это такое Это неправильно А сейчас Сейчас сделали Очень отлично Все хорошо Нам очень понравилось Очень хороший переход Молодцы А самым романтичным подарком Стала скульптура Лебединая верность К торжественному открытию Зону Детям Детям Нужно 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 место ФКТ А вот в Хостинском районе В Детям В Детям В Детям или просто отдохнуть. Далеке от транспорта, от проезжей части, ну и рядом река, воздух. Всё будет способствовать закаливанию здорового образа и здоровому образу жизни. Такой подарок жители микрорайона выбрали сами. 18 марта сочинцы определились, как будет развиваться их родной город и проголосовали за благоустройство набережной реки Мацеста. Все жители Мацеста этого добивались, просили очень много лет, больше 20 лет. И когда был единый день голосования, президента выбирали. Не только Мацеста, большинство жителей Хостинского района голосовали за наш парк. Он самый большой, потому что здесь 7 гектар. Прогулочная зона – это часть большого проекта, рассчитанного до 2021 года. Сейчас реализуется его первая очередь. Уже появились брусчатка, лавочки и урны, а берег обравляют парапеты. Далее подрядчики поработают над освещением и озеленением территории. Работы завершены по восстановлению полотна для прокладки набережной, для пешеходной зоны, для устройства брусчаточных зон. Сделано две трети парка. Впереди еще три очереди, самых крупных таких. Будет велодорожка еще оборудованная, будет озеленение. Работу принимают жители Мацесты и глава Сочи. Анатолий Пахомов торжественно открыл в День города новую 500-метровую прогулочную зону и проверил, как идет благоустройство парка в целом. Появится не только набережная, но и велосипедная дорожка, появится пять детских площадок, появятся спортивные площадки, даже появится открытый бассейн. Это уже территория, которую просит Югспорт. Он предлагает нам поставить здесь бассейн. Но это на перспективу. До конца 2018-го подрядчики обустроят еще 500 метров набережная. Пешеходная зона должна связать бальнеологический курорт Мацеста с Теренкуром. Все это реализуется в рамках приоритетного для Сочи краевого проекта формирования комфортной городской среды. Только в этом году на его реализацию выделено 220 миллионов рублей. А значит, парк на Мацесте – не последний подарок сочинцам. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Накануне Дня города начали обустраивать и территорию под мини-парк в Адлерском селе Голицыно. Правда, к праздничной дате новый уголок открыть не успели. График сбили дожди. Поэтому открытие стоит ждать только в декабре. Кстати, новый сквер расположен по дороге к популярным объектам показа – скайпарку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю. Так что сквер вполне может стать местом отдыха не только местных жителей, но и туристов. Распределили на три зоны. Это нижняя часть – это детская площадка вместе с воркаутом, которые были установлены ранее. Второй ярус у нас именно сквер со стеллами. И третий ярус – это непосредственно для вот этого спортивного объекта, который в перспективе может быть и как местом для проведения каких-то торжественных мероприятий. Чтобы все находилось рядышком, было максимум комфортно. Комфорт будут создавать аккуратно уложенная плитка, удобные лавочки и аллея деревьев. Ну а раньше на этом месте стоял аварийный барак. Его жители расселили, а территорию решили превратить в зеленый уголок. К работе подключились все – и местные власти, и депутаты, и предприниматели, и общественники. Благодарность каждому на отдельной стеле. Жители с нетерпением ждут, когда мы закончим строительство. Но они ждут как? Они ежедневно принимают участие. Приходят со своим инструментом, шансом, лопаты, тачки и другие землеройные устройства. И не то, что помогают, а именно строится место с нами, этот сквер и волейбольную площадку. А в Лазаревском районе в день города торжественно открыли обновленный сквер «Восход». Он находится на улице Победы. Тенистая аллея, удобное расположение по дороге к морю и близость к кинотеатру. Вот такое место отдыха для жителей и курортников. Глава города Анатолий Пахомов осмотрел обновленный сквер, который уже успели нарисовать юные художники на пленэре. К открытию здесь приурочили интересные мастер-классы, выставки, а также выступления юных вокалистов и поэтов. Наш Сочи с каждым днем преображается. Добром и радостью, и дружбой цветет. И в праздник города пусть скверы открываются, как наш красивый и любимый сквер «Восход». Ранее основные свои мероприятия по благоустройству мы направляли на прибрежную часть, на регуляционные зоны. То есть там, где у нас действительно находятся отдыхающие. Сегодня введен курортный сбор, и именно за счет курортного сбора мы будем реконструировать, содержать наши регуляционные зоны, пляжные зоны. А вот деньги, которые из бюджета города направляются на благоустройство, должны быть направлены на те места, где наши жители живут. Там, где и детки гуляют. И поэтому мы взяли курс на строительство скверов, парков, на благоустройство наших улиц. До конца года на этот сквер выделено 27 миллионов рублей, и он должен стать самым лучшим украшением Лазаревской. Вот я предлагаю, чтобы все жители активнейшим уже осмотрели за тем, как он реализовывается. И действительно, чтобы на эти деньги было построено все то, что просто необходимо жителям. То, что радует глаз. И сегодня мы тоже находимся у обновленного сквера, который называется «Восход». Я хочу поблагодарить тех предпринимателей, тех жителей Лазаревского района, которые активно приняли участие. И сегодня действительно создали популярное место отдыха. Гуляйте, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и будьте счастливы. Берегите этот сквер. Его делали для вас. В тот же день в Лазаревском районе был открыт новый пешеходный мост через реку Макапсе. Прежний был разрушен стихией в октябре. Он соединял поселок и обеспечивал жителям короткий путь к железнодорожной станции. В день города в Сочи назвали лучших в профессии. Озвучили и адреса самых чистых дворов. В праздничные дни на курорте подвели итоги сразу двух городских конкурсов. Сочинские мастера и чистый дом, красивый город. По традиции, гордость курорта и труженька в южной столице собрал зимний театр. В любви к городу признаются и иностранные туристы, не изменяют ему и россияне, которые, судя по официальным данным, решили встретить в Сочи и Новый год. Город-здравница, город спорта и здоровья, город-сад. Таким Сочи является в том числе и благодаря своим горожанам. Домкомам и строителям, педагогам и спортсменам, предпринимателям и общественным лидерам. Причастных к переменам, которые происходят в городе, поблагодарили за неравнодушие и отметили почетными знаками, грамотами главы города и ценными подарками. Все это в рамках конкурсов «Сочинские мастера» и «Чистый дом, красивый город». Горожане принимали активное участие в благоустройстве своих дворов, улиц, микрорайонов. В результате первое место в номинации «Лучший ТОС» присудили ТОСу Донской. Название как раз соответствует нашему микрорайону «Чистый дом, красивый город». Он действительно стал просто очень красивым, наш микрорайон. Наши жители так подтянули, что мы сами не ожидали. Мы очень старались. Это два года очень большого труда. Я не стесняюсь так говорить, потому что это действительно был очень большой труд. Мы работали с каждым домкомом. И опять-таки говорю, у нас это получилось. Оценивали в течение года в Сочи и работу горожан самых разных профессий. Лучшим учителем по итогам конкурса «Сочинские мастера» стала Ольга Кудина. Она преподает математику и основы православной культуры в 44-й гимназии. Наша профессия, профессия педагога, она действительно очень важна, очень нужна нашему городу, нашему будущему. Поэтому то, что оценивают педагогов в этом конкурсе, и есть номинация образования, конечно, это самое ценное. А то, что в эту номинацию попала я, ну, слава богу, потому что это все-таки не только мои заслуги, заслуги коллектива и тех учеников, с которыми я работаю, потому что один в поле не воин. А это мэр Сочи награждает лучшего водителя курорта. Софир Абдулович Хваржев, 54 года в профессии. Последние 20 лет работает на городском маршруте номер один. Знает каждый уголок города и не перестает им любоваться из окна своего автобуса. Хорошее настроение, аж радуешься. Ну, чтобы сюда попасть, надо трудиться, трудиться, еще раз трудиться на совесть. Сочи – это мой родной город, любимый город. Как его не любить сама? Сейчас дороги у нас прекрасные стали, развязки сделали. Почти что затор и не чувствуется сама. Мы успеваем сама. Ну, одно удовольствие – только работать. Собравшихся на торжественном мероприятии в честь Дня города Анатолий Пахомов назвал не иначе, как гордостью Сочи. Это люди, которые участвуют и побеждают в престижных соревнованиях, как спортивных, так и творческих. Занимаются наукой, охраняют покой граждан, заботятся о чистоте и благоустройстве своего города. С каждым годом все больше и больше у нас дворов участвуют. Вот в этом году уже до 400 дворов города, которые принимали участие в этом конкурсе. А это значит, что жители этих домов готовились, они сажали цветы, они улучшали свой быт. Мы все время работаем над благоустройством наших территорий. И на протяжении последних двух лет мы особое внимание уделяем тому месту, где люди непосредственно живут. То есть это скверы, парки, которые мы строим. Бюджетные деньги, они и будут выделяться для помощи нашим жителям. И когда люди своими руками стараются украсить свой двор, сделать его красивейшим, это есть достижение той цели, которая перед собой ставит конкурс. А цель одна – красивый город. И работа по продвижению курорта, в том числе и на международном туристическом рынке, продолжится, подчеркивают власти Сочи. Это привлечет новые инвестиции, что в итоге скажется на повышении уровня жизни всех горожан. А в книге «Почета Сочи» появились новые имена. А там же в Зимнем театре состоялся торжественный прием почетных граждан города и бывших руководителей муниципальных учреждений курорта. Каждый из них внес большой вклад в развитие Сочи, а потому и попал в «Золотую книгу почета». Сегодня их более 150 тех, кто отмечен за вклад в развитие Сочи. Среди них герой Советского Союза Виталий Бубенин, тренер по легкоатлетике Петр Вальков, герой труда Кубани Борис Аверьянов и Анатолий Быков, контр-адмирал Семен Гайсинский и многие другие. Их приветствовал сегодня глава города Сочи Анатолий Пахомов. «Это один из самых чистых, уютных, комфортных и безопасных городов нашей страны. И в этом большая заслуга каждого из вас. Ежедневно вы дарите любимому Сочи частичку своего сердца, своей души, трудитесь на влаге его дальнейшего процветания и передаете молодежи бесценный опыт». «И надо всем сказать огромное спасибо, что их умением, их делами, их мужеством этот город весь красивый состоялся и один из лучших городов на земле». Все присутствующие в зале действительно плечом к плечу трудились на благо курорта. Большинство уже на пенсии. Улыбались, радовались неожиданной встрече, вспоминали годы работы вместе. А город отметил мэр Анатолий Пахомов, помнить тех, кто вошел в историю Сочи. К слову, Зимний театр принял большинство торжественных мероприятий. На главной культурной площадке в День города по уже сложившейся традиции состоялся и финал творческого фестиваля «Хрустальный петушок» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже девятый по счету. В галоконцерте приняли участие победители районных этапов, а помогали им воспитанники творческих коллективов города. Девятый год творческий фестиваль «Хрустальный петушок» собирает на сцене Зимнего театра самых активных и талантливых детей, которые были отобраны жюри во время районных этапов. В этом году из 400 участников в финал вышли 60, в их числе и 10-летняя Юлиана Чернявская. Она решила показать театр «Розового слона» и сама сшила персонажей для мини-спектакля. Я сделала выкройки, склеила, сделала. Параллоновую основу, обшила всю тканью. Параллон я склеивала пистолетом клеевым и сшила одежду. Есть две марионетки. Вот эти два маппета для театра, еще два маппета. Еще одна собака с другой одеждой и мычка тоже. Юлиана поклонница сочинского театра «Кукол Саквояж» и его руководителя Романа Соколовского, который теперь уже сам оценил творчество своей постоянной зрительницы и сделал ей приятный подарок. Подарим, во-первых, сертификат на бесплатное, постоянное посещение любых наших спектаклей театра «Кукол Саквояж», а во-вторых, пригласим ее на мастер-класс. И мы с ней вместе, я и Юлиана, сделаем какие-то куклы, которые ей, я думаю, понравятся. В общем, я думаю, для нее это будет замечательный подарок. Необычные сюрпризы ежегодно участникам вручают меценаты и организаторы фестиваля «Хрустальный петушок». На этот раз городская общественная организация «Лига женщин МОЗ Добра» предоставила ценные подарки коллективам школы-интерната и детского садика в Хосте, а также айпады для всех ребят. Мне нравится активность этих детей. Раньше мы их не могли вытащить, а сейчас мы ими гордимся. Они более уже самостоятельные, они уверенные в себе. Это как раз то, к чему мы и стремились, чтобы добиться их хорошего социума, чтобы они понимали, что они такие же, как все, и могут находиться в общем коллективе. Конкурс призван привлечь внимание общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и показать их таланты. А их много. Дети, несмотря на свои недуги, поют, танцуют, рассказывают стихи, рисуют и изготавливают своими руками разные поделки. Вы для нас тоже пример. Пример мужества, стойкости. И, конечно же, нам всегда следует поучиться каждому жизнелюбию и умению совершенствоваться и достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддерживать. Желаю всем достижения намеченной цели, неиссякаемой веры в свои возможности и оптимизм. С праздником вас! Фестиваль «Хрустальный петушок» ежегодно проходит в рамках празднования Дня города. И много номеров было посвящено Сочи. Кстати, гала-концерт могли увидеть жители и других городов. В этом году впервые была организована прямая трансляция в интернете. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Что касается юных сочинцев, то в День города они отличились особой активностью и даже представили театральные постановки на разных языках. Благодаря школьникам зрители смогли услышать грузинскую, армянскую, адыгейскую и татарскую речи. И все это в рамках этнического фестиваля детского творчества «Моя Родина». Конкурс «Моя Родина» проводится в Сочи уже более 15 лет. В этом году сочинские школьники соревновались в двух номинациях – театральное и исполнительское творчество. Сегодня на гала-концерте собрались лучшие, по мнению компетентного жюри. Участники фестиваля представили 14 театральных постановок. Конкурс задуман был с целью популяризации родных этнических языков представителей тех народов, которые проживают на территории города Сочи – армянского, грузинского, греческого, адыгейского и других языков. Потому что у нас уже бывали постановки и на татарском языке, в этом году и на марийском языке. География растет, уровень исполнительского и режиссерского мастерства, хочется заметить, тоже растет. Городской этнический конкурс «Фестиваль «Моя Родина» направлен на развитие у школьников интереса к изучению культурных традиций своего и других народов, что так актуально в многонациональном Сочи. Осталось отметить, что День города отмечается в День Архангела Михаила, покровителя Сочи. И праздничное богослужение в честь этого события в Михайло-Архангельском соборе по традиции провел владыка Исидар, митрополит Кубанский и Екатеринодарский. Сегодня День Ангела у всех православных. Именно Архангел Михаил считается главным покровителем верующих и покровителем города Сочи. Поэтому и празднества в честь Дня города начинаются именно в Михайло-Архангельском соборе. Отметить двойной праздник в храм курорта сегодня пришли сотни прихожан. Специально сюда прибыл и митрополит Кубанский и Екатеринодарский. Владыку Исидара поприветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов. Ну а перед торжественным богослужением священнослужитель поздравил всех сочинцев с Днем города. Я люблю город Сочи. Нравятся мне храмы замечательные. Желаю всем мира, добра, семейного счастья, помощи Божией в наше неспокойное, лукавое время. Пусть Господь укрепит всех жителей, поможет во всех делах и трудах. Бог вам помощь, дорогие. Всех я хочу поздравить с Днем нашего небесного покровителя Михаила Архангела. Хочу сказать, что с каждым годом все больше и больше прихожан, которые рано утром приходят сюда, в храм Михаила Архангела. И традиционно всегда приезжает владыка Исидор, чему мы очень благодарны за его молитвы о благополучии нашего города. Насыщенные будут дни, особенно 24 ноября, это суббота. Появляется и новая площадка у нашего зимнего. И надо сказать, что 24-го гала-концерт, основное мероприятие пройдет именно там. И в 22 часа мы завершим праздник 24 ноября с символическим салютом. Все будет замечательно. К слову праздничных литургий, сегодня в главном соборе города было несколько. Многие горожане провели здесь весь день в молитвах о благополучии семьи и процветании своего города. Я в 4 утра встала. Одну уже службу простояла, пропела, а сейчас вторую пойду петь. Город я свой очень люблю. Что зелень, что море, что вообще гостей всегда много. Шикарный праздник. И Сочи потрясающее место. Мы очень любим. Мы всей семьей сюда переехали. До этого Москва, до этого Канада, до этого Бразилия, где я родился. Дай Боже, уже никуда не хочу. Да, очень нравится. Сегодня такой прекрасный праздник. День Архангела Михаила. Я и читаю Акафисты ему. То есть уже давно как бы преклоняюсь перед святыми силами небесными. Прекрасно, что сегодня еще и день города Сочи. Всех сочинцев хочу поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать им доброго здоровья. И всегда, как говорится, любите Бога. Всем добра и мира. День Архангела Михаила, или, как говорят в народе, Михайлов день, не входит в число двунадесятых торжеств. Однако все равно всегда был и остается одним из самых любимых в России. Ко всему прочему, ему молятся не только христиане, но также последователи иудаизма и ислама. В православном мире архистратик Михаил является так называемым военачальником небесных сил. На иконах он изображается с огненным мечом в руке или копьем, как главный воин в битве добра и зла. Считается, что он покровительствует и воинам всех времен. Именно поэтому сегодня митрополит Исидор отметил работу сочинских казаков и полицейских, которые обеспечивают безопасность общественного порядка на курорте. Вручил благодарственные письма и особо отметил труд начальника городского УВД Сергея Гурцова. Средо дверки страхи же Божий Михаиле, со всеми ясными силами воинного и ворона. В честь небесного воеводы, покровителя Сочи, сегодня прошел и крестный ход. Главное же в Михайлов день, подчеркнул митрополит Кубанский Екатеринодарский, это делать больше добрых дел и помогать ближним. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Фанфары праздника только отгремели, а сочинцы начинают готовиться к следующему Дню города. Уже дан старт очередным городским конкурсам «Сочинские мастера» и «Чистый дом, красивый город». Так что есть шанс войти в число лучших. Будьте всегда в курсе событий своего города. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин